инфинити надо всем привет друзья и в прошлой серии мы с пацанами делали распаковку вот этого крутого набора инфинити надо 3 в одном но такой крутой набор нельзя показать в одной серии и мы поэтому решили показать вам продолжение поэтому мы будем сегодня тассировать эти три . на атаку защиту и равновесие потому что как говорит нам мультфильм у нас алый волк показа попалого волка вот он алый волк у нас обладает вот такой вот атакующий волчок да это кто у нас это у нас яростный цербер и вот такой вот защитный цербер а у этого . какая суперспособность гигантский питон это равновесие куда мне посмотреть филипп смотри тут какие они поворачиваются наверно стабилизирует его а вы этого даже не видели вот за счет чего равновесие я же говорила что правильно что мы решили снять еще один обзор у него наконечник да это же папа эксклюзивные волчки с новыми магнитными наконечниками ребята первым испытанием предлагаю провести испытание на равновесие проверим все эти волчки на равновесие и выясним почему он здесь считается самым сбалансированного разбирайте волчки кто какой берет так меня яростный цербер питон питон кстати вот этот вот инфинити надо волчок он принадлежит в мультфильме герою филиппу почти зовут так как нашего филиппа так смотри у меня с куками а это мы видели до этого я этого волка делаются очень у меня поворачивается у каждого вочка есть своя особенность но я предупреждаю что так как мы проверяем его на равновесие значит цель выяснить кто будет дольше крутиться поэтому мы их перезапускать не будем ну что готовы пацаны только запускаем с первого раза один раздернули и запускаем нет мы дергаем 3 2 1 и отцепляем подняли и кто дольше поехали инфинити надо 321 но все сейчас мы проверим проверим действительно ли как его зовут я забыла гремучая змея да действительно же ли гигантский питон самый-самый долгий но как это твой мне кажется мой смотри как он хорошо но сейчас мы опытным путем это выяснил посмотри мой очень стабилизировался и стоит просто в центре точно значит него как ветер дует да только не трогайте не трогайте не трогайте не трогайте пытаться не трогайте мы сейчас без ударов должны понять кто из них более стабильный и более балансирующий или уже качается кстати почему-то да самый выносливый он наверно в бою более выносливый наверно выносливый из-за того что его ударяют а он стоит и своими лопастями стабилизирует сейчас он посмотри мне кажется сама круто крутится у кирилла он вот нашел свою единую точку и вообще никуда не двигается ну проверим правильно или нет ну похоже филипки филипка похоже твой балансирующий перестал балансировать сейчас осталось немножко так 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 то первое выйдет из гонки сейчас посмотрим какие-то лопасти открылись дополнительные но все у него точно у него смотри у него дополнительные лопасти еще еще дополнительные лопасти открываю точно во время движения очень интерес по сути в заявлено что этот волчок должен быть самым сбалансированным но по сути как оказалось скорее всего он в бою будет более сбалансирован ну вот я не знаю вот баланс это не только устойчивость это же сопротивление ударом ребята я знаю что у нас есть много подписчиков которые знают в инфинити надо все при все поэтому ваше мнение напишите в комментариях готовы ко второй проверке вторая проверка у нас будет на защиту а знаете как это будет мы запустим каждый своего волчка а потом к этому волчку мы запустим другой инфинити надо и посмотрим кто лучше защитить вот у нас есть выбор вы можете выбрать какого вы добавите я возьму тот новый это новый это новый испытать это новый из линейки мастер пап ты сейчас можешь его проверить потому что ты пропустил эту распаковку крутые штуки тут крутится очень крутится тут какие-то шарики все трясется ну что мы разрешим папе новым инфинити надо очень интересный наконечник с шариком скручим он тоже папа магнитный это эксклюзивные новые волчки кирилл ты кого взял я быстро в панциря он защитный да а ты кого возьмешь они мест на вихре значит афире это же крылья 1 перепутал напоминаю что вначале мы запускаем волчков из серии 3 в 1 и потом через 3 2 1 мы запускаем вторых очков поняли запускаем также 3 3 раскруток я буду контролировать продажу я все три арены и 3 . инфинити надо запускать сначала итак инфинити надо 3 2 1 1 1 запускаем теперь проверяем их защитные функции так посмотрим ребята вы когда-нибудь такое видели у фили и явно защиты не блещет так мне нравится который я второй запустил который новый очень сильно он прям такой объем вообще защитный волчок это я растет кто нас я растет ты я значит по идее значит кирюха твоих твой защитный должен быть самым-самым крутым папа а кстати а ну все ты сдулся сербера он победил сербера да 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 у тебя не яростная алый волк он победил алого волка просто его уничтожил ты выиграл да то есть защитные функции яростного сербера мы подтвердили супер и сейчас мы приступим к третьему смотри смотри у него мощный магнит я могу им управлять на арене смотрите я могу его поймать в поле магнитное и вести куда угодно да ладно правда друзья сейчас у нас будет третий батл в котором по идее должен победить алый волк все известно потому что алый волк это атакующий инфинити надо ну в первом сражении у филиппа был балансирующий надо но он то не выиграл вот я слабо запустил надо было посильней хватит уже пререкаться давайте запустим и проверим кто из них лучше а вы знаете как мы будем проверять на атаку наоборот нет наоборот то есть мы запускаем вначале другие волчки которые вот мы взяли вторые то есть я палаш у тебя а кто это огненный палаш а это быстрый панцирь прости быстрый панцирь ты берешь свою из линейки мастерс а ты берешь своего крылья ареса все и вначале мы запускаем их и потом через 3 2 1 мы запускаем наших волчков и проверяем атаку все готовы инфинити надо 3 2 1 подождите подождите заряжайте все поехали 3 2 1 надо ой так подожди получается ты победил потому что ты первый его выше он сразу просто из арены это было очень круто значит папин атакующий а так алый волк он и есть атакующий значит все правильно значит все правильно так сейчас мы проверим кто из этих волчков все-таки лучше себя поведет в атаке питон или кто у нас тут был я забыла уже церкер яростный церкер нет нет питон молодец питон занял второе место кирилл ну да но все равно он не сдался все равно но мы все таки выяснили что все таки а вот это алый волк у нас все-таки атакующий кирилл смотри мы все еще держатся ребята прежде чем сейчас мы кое-что объявим я попрошу всех собраться наших подписчиков и проведем небольшой челлендж а именно попробуйте подписаться на наш канал за 5 секунд и вы и малорики и поставить лайк давайте готовы отсчет делать и те кто не подписан ставим лайк и подписываемся так 5 4 3 2 1 я думаю что все справились я думаю что все справились и сейчас благодаря этому челленджу у нас должно стать гораздо больше подписчиков спасибо вам ребята это вам мегалайк это вам это вам наши новые подписчики кто только что сейчас подписался и те кто поставили лайк из наших стареньких подписчиков но я предлагаю еще раз проверить гигантского питона на его способность балансировать потому что мы опытным путем установили что алый волк атакующий и он реально выше 2 инфинитина до целины просто порвал его в клочья твой цербер где он у тебя вот цербер у тебя защитный он дольше всех продержался против своего соперника хотя соперник был несла но я думаю что филипп прошлый раз не очень сильно запустил свой балансирующий инфинити поэтому давай еще раз это проверить все готовы все подготовили филипп в этот раз запускать со всей силы и так проверяем питона проверяем волка и проверяем цербера кто сейчас все-таки окажется самым балансирующим и так инфинити надо поехали 321 ну не знаю он слишком надо его ближе к центру запускать тогда он не будет тормозить оборта а его наверно можно вывести запускателем в центр он же магнит ну нет подождите ну не надо мы же хотим именно посмотреть баланс именно кто дольше это будет делать сейчас но велик ты крутил вот так вот резко а надо было раз два круги но сейчас посмотрим вот смотрите у папу он опять встал и крутится он не тратит много энергию нашел одно место и крутится а у филиппки сейчас опять он сдуется потому что он его сильно запустил видимо по по борту запустил он всю энергию потратил на то чтобы да 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 все таки умение запускать это тоже тоже очень важно запускаешь как ты запускаешь филипп надо тебе еще филька потренироваться вот он уже уже начинает качаться видите уже начинает раскачиваться поэтому но у меня-то он не балансирующий он вообще-то атакующий да он больше атакующий так и вилл ты что-то медитируешь все-таки все все-таки умение запускать имеется до запускай кириллу его запускай кирилл быстрее быстрее а чё ты мой то ловишь все ну давай ну ладно уже пусть для красоты филиппка тоже запускай да запусти вот как он так у него летает сейчас он всех тут от злости побьет скажет как это я не атакующий ой не балансирующий потому что он защитный ребята я надеюсь что вам понравилось наше видео пишите в комментариях что вы думаете об этих новых волчках об этих боях и о том как еще можно проверить проверить выносливость и атакующие свойства этих инфинити надо вот у нас из набора 3 в 1 инфинити надо волк вот у нас питон и вот у нас сервер ждем ваши интересные комментарии пока пока инфинити надо вау 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 вау